всем привет всем здравствуйте с вами катя мирошниченко теперь всегда именно на этом аккаунте я буду говорить про ногти сегодня у нас тема минимализм ну я попыталась конечно выжать из себя минимализм он у меня получился вот такой сегодня мы поработаем новой пластиной я работала только одной пластиной которая не работала в прошлый раз поэтому сегодня мы с вами пойдем именно через эту пластину сейчас с вами поболтаю чуть-чуть всем привет привет я хочу сейчас развивать этот аккаунт через тему прямых эфиров и до этого времени эфиры здесь были но их было такое минимальное количество сейчас все эфиры с моего аккаунта мы хотим убрать сюда вот посмотрим на этот эксперимент что будет всем привет привет сегодня тема минимализм можно кстати написать чтобы я здесь прикрепила дизайн стиле минимализм но у катя мирошниченко он конечно же получился не совсем теме минимализм но сейчас посмотрим и у меня сейчас для вас будет презентация маленькая буквально на пять минут новой коллекции сейчас я прям вижу начнутся комментарии катя мы еще предыдущая ничего не успели попробовать об уже новое выпустили это совершенно другая гамма она отличается от розовой коллекции которая у нас была в январе соответственно отличается от той коллекции которого у нас была сейчас основная локомотивная весенняя посмотрите какое восхитительное сочетание цветов внутри самой коллекции какая классная коробочка так присоединяемся присоединяемся девочки она очень вкусненько мы сейчас опять девочками стояли смотрели как важно вот еще внутри самой коллекции сделать градиент от цвета к цвету вот какие цвета они будут внутри коллекции очень удачная коллекция цвета все очень модные сложные кстати сложные оттенки это не простые оттенки и прям нужные и цвета опять же мы их оставляем в базовом ассортименте вы уже знаете что мы сейчас кратчайшие сроки вот за 2022 год и за 2023 формируем новую линейку нашего базового ассортимента ну вы понимаете почему потому что сейчас очень жесткие санкции которые повлияли на наш текущий ассортимент потому что мы не можем завести для колировки предыдущих оттенков нужные нам цвета когда ждать так ждать 23 по моему или 24 будет на сайте вот это сейчас каминг-сун ожидается давайте сейчас переверну знаете я я все люблю то что мы делаем я сейчас буду очень вкусно про это рассказывать ну вот вот просто восхитительное сочетание не знаю посмотрите как необычненько как мне нравится наши коробочки хотя мне и у праги нравятся коробочки в европе в европе тоже есть своя прелесть что они делают с шубером и дизайн в этот раз смотрите очень клёвый что с этой коллекции смотрите это стандартная коллекция в которой идут у нас что ложечки и наклеечки вот больше больше ничего в этой коллекции нет это обычная коллекция текущая цветов которых не хватает в нашем ассортименте то что хотелось сделать под текущий сезон только более тепленькая видите такая коллекция тепленькая да если мы возьмем коллекцию которая у нас вышла месяц назад ну чуть не меньше месяца назад это весна лето основная это то на что мы упор делаем она холодная все-таки правильно а прага да прагать иногда комплекты чуть-чуть делает они они бывают фольгушечку туда кладут шермикончики кладут вот ну россия постоянно так не делают вот конкретно в этой коллекции идут наклейки и ложечки и так смотрите кому весенне-летняя коллекция слишком светленькая и нежненькая для вас мы на эту весну-лето смотрите сделали какую клёвую коллекцию такая няшечная нямочка но только в такой теплой цветовой гамме прям огонь красный такой знаете прям красный-красный мой любимый зеленый прям вот не было у нас такого зеленого но сейчас вот эти оттенки зеленого вы заметили что тренд на зеленый он никуда не делся не делся он такой трансформировался да потому что у нас же еще крутой зеленый у нас же крутой зеленый есть в коллекции аффирмации вы же помните да но он здесь такой более нежный здесь такой прям насыщенный но вот эта тема сейчас видите зеленая гамма и она вот сейчас гамма другая она более сложная мне как для блондинки мне конечно зеленый больше нравится из коллекции аффирмации ну потому что мне по цветотипу она больше идет вот например кто девчонки с светотипом зима осень вот этот зеленый он для них идеальней намного лучше подходит я сейчас распаковывать не буду эту коллекцию я наверное для нее на следующей неделе прям посвящу отдельный эфир поработаю сделаю выкраску наклеечки сейчас просто чтобы вы знали были в курсе что это каминг-сун это ожидается коллекция вот а мы с вами медленно и плавно переходим к теме эфира девчонки напишите пожалуйста мне тему эфира дизайн в стиле минимализм дизайн в стиле минимализм это просто уже можно предзаказы оставлять нашим дистрибьютором нашим оптовикам вот кто любит по предзаказам работать кто заказывает на сайте на emyshop.ru это тогда только с 23 с 24 имейте ввиду дистрибьюторов всегда раньше появляется чем на сайте так тема минимализм прикрепить комментарий о спасибо минимализм и так тема минимализм в дизайне ну это конечно не про меня вот поэтому я постаралась сделать такой минимализм но он у меня все равно с элементами дизайна чуть больше чем это положено в минимализме да потому что минимализм он какой обычно минимализм это когда минимум деталей это когда минимум деталей и фокус идет просто на цвет на цвет там возможно на фактуры а элементов по минимуму присутствуют вот у меня например сейчас на картинке сейчас вы видите этот свет голубой из коллекции soulful morning вот я предлагаю вам делать минимализм с использованием именно этой коллекции потому что здесь прекрасный подбор пастельных цветов и когда мы к нему добавляем всего лишь второй цвет черный и белый вот этого более чем достаточно поэтому давайте сейчас сделаем второй вариант лавандовый возьмем четыреста одиннадцатый цвет получается здесь был цвет четыреста шестнадцатый смотрите это цвет четыреста шестнадцатый мы второй вариант противовес делаем четыреста одиннадцатый так все поехали ну мы сделаем серию типсов понятно что интересно делать по-разному мы здесь будем и рисовать и использовать новый стемпинг новую пластину простой вариант это когда просто камуфляж мы оставляем до делаем какой-то кусок не на весь ноготь цвет гель-лака сушим для второго варианта мы берем с вами полное однотонное покрытия делаем кто опоздал на эфир обязательно как только я его выложу а здесь кстати на имя official word мы сразу будем выкладывать он будет через пять минут после того как эфир закончится так и здесь делаем однотонное покрытие просто в один слой кстати сиреневый в этой коллекции в один слой ложится я вот еще его из продиранием наношу специально так здесь можно здесь смотрите сделать вариант когда сначала стемпинг потом рисуем поэтому если мы хотим сделать сначала стемпинг перекрываем всю поверхность текласом это топ без липкости кто только присоединился с вами екатерина мирошниченко а теперь я с прямыми у вас прямыми эфирами на тему ногтей буду выступать на этом аккаунте два раза в неделю это сто процентов так и у нас вы помните вышли новые пластины их 3 1 2 3 еще и 3 ну это третье пластина она выпущена для наших фанатов девочек которые с нами там последние 12 лет и кто любит трафаретную акварель и nail crust эта пластина посвящена нашим трафаретом слайдером мы самые популярные варианты переложили на пластину поэтому имейте ввиду кто постоянно докупает слайдеры nail crust и по акварели что теперь вы можете купить просто пластину и она с вами останется на всю жизнь следующий вариант я с ним работала на прошлой неделе на своем аккаунте это мимимишная растительная тема ботаники очень много насекомых цветов и листиков и если обратите внимание сюда тоже решили включить самые популярные варианты из шермиконов и слайдеров которые выпускались за последние шесть лет смотрите вот это моя любимая муха пчелки вот здесь вот эти мухи тоже были слайдеры у нас прошлая осень они настолько были популярны и удачны мы их решили также в стемпинге сделать вот они эти жуки все часть цветов из шермиконов все пластины номер один да они будут в продаже просто они периодически у нас очень хорошо кстати покупаются пластины на удивление потому что я не думала что у нас это оппозиция будет там настолько популярны так сейчас я вам скажу как называются пластины сегодня мы работаем вот этой пластиной юля а я у тебя листочек взяла с пластинами это в стиле панк-рок гранж да вроде листок брала с названиями пластины не вижу этот листок ксерокопию до номера так здесь готова сначала делаем стемпинг берем белый лак для стемпинга берем белый лак для стемпинга и нет прям нам кусочек нужен будет вот такой небольшой кусочек сушим так название этой пластины вот мне девочки принесли принесли это номер одиннадцать пластина называется символы в стиле панк-рок готика гранж и вот именно эта пластина она очень хорошо для минимализма идет дальше мне понадобится скотч двухсторонний сейчас мы здесь его вот так вот приготовим и какой-нибудь элементик давайте возьмем вот такую булавочку булавочку и нарисуем какой-нибудь элемент либо краска гелевая либо гель-лака но я возьму час гель-лак номер 30 и тонкую кисточку кисточка номер пять дробь ноль темная синтетика и рисуем вот такой дополнительный элемент так так и потом она переходит тут в такую дугу можно было бы нарисовать им пасты например сверху финиша вот но я решила все под финиш под матовый сушим к нему делаем вторую пару здесь вот такой вариант может быть смотрите я сначала обычную так кисточкой большой почему вы вводите ходовые кисти из ассортимента какие именно вроде ходовые я все оставила кисти для китайской росписи кисти для жестовской росписи две линярки черная белая потом кисти скошенный квадрат есть кисти для градиента есть кисти овалы для покрытия для моделирования есть и лепесток 4 и 6 для моделирования тоже есть еще красный соболь мазок номер три тоже есть в ассортименте и будет и мазок номер ноль тоже был и будет я сейчас перечислила абсолютно все кисти это все ходовые кисти они даже если например сейчас нет в наличии у дистрибьютора они будут так сейчас подсушим это мы к нему делаем пару видите мы взяли за основу один элемент вот такой изгиб и мы его сейчас будем повторять мы его будем повторять здесь я предлагаю перекрыть матовым топом так где у меня матовый топ мне правда уже заканчивается матовый топ так кто про кисточки писал скажите какая кисть и что вы ее хотите купить а вам сказали что ее вывели из ассортимента я вам сейчас отвечу перекрыли тут уже вариант готов так здесь добавляем так стемпинг мы здесь чуть попозже сделаем овал 3 дроп 0 так у тебя артикул есть потому что так непонятно что это завал сейчас я в каталог загляну девочки отдайте мне старый каталог продукции сейчас я девчонки вам отвечу не сам нужен артикул какой там кисточки да дайте мне старый каталог какой-нибудь ну я знаю что у нас их нет он что он там один так все суши суши так сейчас я девочки отвечу по поводу кистей так овал номер три я просто у нас нет такого я сижу а для жестовской росписи вот этот слушай ну да но это не ходовой я оставила в ассортименте овал номер один кэзэ он один и кэзэл е1 лепесток номер один вот маленький овальчик и вот чуть-чуть пошире овальчик а вот эту серую овал 3 дроп 0 даже для жестовской росписи я ее убрала потому что она ну как бы она не самая популярная даже я жестовая рисую как то не знаю мне кажется вот да мы вот эту сейчас убрали кисть что у нас практически не продается вот мы квадрат убрали потому что он практически не продается вот эту желтенькую убрали вот это раз-два-три-четыре всегда будет это раз-два-три-четыре-пять тоже всегда будет сейчас просто видите перебои с поставками очень сильными потому что кисти это немцы смотрите вот мы кисти в китае не закупаем потому что в китае же расходник такой в основном все берут а мы на удивление вот смотрите кисти берем не в китаре а в германии у них очень высокий выходной контроль качества сборки ворсы вот и у нас могут быть перебои с поставками сейчас очень серьезно сейчас очень сложно привести что-либо в россию уже должны это понимать мы сейчас там везем не так как раньше везли там такими обходными путями все везется так ну ладно я отвлеклась так теперь здесь делаем стемпинг с вами берем т-класс перекрываем и здесь стемпинг пойдет уже сверху если я до этого делала сначала стемпинг потом полосочку рисовала да она вот прикольно когда видите полосочка пересекает мне понравилось когда она пересекает элементы так два голова юля ну ты поняла да что но это ну да я убрала эту кисточку блин она не самая популярная там вот эти две малюсенькие малышки для жестов они великолепные я их буду держать в ассортименте хотя мы на них ничего не зарабатываем там практически сейчас нет маржинальности то что затраты выросли очень сильно на доставку вот а цена осталась прежняя там даже если сейчас чуть-чуть даже приподнять цену все равно ничего не зарабатываем вот но я буду держать в ассортименте потому что но есть такие вещи которые нельзя убирать потому что как а я как буду рисовать сама вот поэтому из желстого оставили две кисточки их же было четыре вот оставили две но мы оставили самые популярные так что здесь возьмем ну мне очень нравится смотрите здесь есть сердечко вот из цепей и есть такое сердечко есть вот такое сердечко какое мы здесь проделаем с вами черный давайте вот тоже цепочку возьмем она мне нравится так так двухсторонний скотч и сделаем вот так сердечко и здесь есть еще прикольно вот такое слово love готическая его мы сделаем беленьким когда работаем лаком работать надо быстренько я роликами не работаю я работаю видите скотчем двухсторонним не так удобнее так голя перекрываем матовым топом сейчас извините что я кричу у меня сел телефон а я просила тебя зарядку принести мне в сумке сумки мои моей моей так тоже матовый топ и третий вариант вот здесь вот такой снизу делаете пятнышко берем третий типсик вот пошло так и берем третий типсик вот так вот вот так вот раз два понятно что часть ногтей можно оставить сиреневыми однотонными да а часть сделать черными прикольно вот вариант мы сделали возле кутикулу а здесь давайте сделаем со стороны свободного края чего это может быть на очень короткую длину дизайн здесь вот пусть будет еще пятнышко типс длинный суши сушим здесь мы сразу рисуем линию черным гель-лаком снова и прям предлагаю эту же линию нарисовать такую же форму чтобы она одинаковой сохранялась на всех ноготках также берем линя ручку 5 дробь 0 вот она моя чистенькая линя ручка кисти карате протирать нужно только спиртом либо обезжиривателем ни в коем случае не жидкость для снятия лака вот она иглообразная ей будет очень удобно так и здесь делаем также дошли до какой-то точки и уходите в сторону и уходим в сторону можно изгиб сделать сильнее опять же вот этот элемент он может быть разный мы могли бы делать просто какую-нибудь волну и разбрасывать на разных ноготках и в разную сторону там слева направо сверху вниз там поперек вот у нас сегодня вот такая прямая линия которая переходит вот в такую дугу сушим и теперь делаем стемпинг сверху до чтобы если предыдущем варианте у нас стемпинг был под линия а здесь мы сделаем чтобы стемпинг был на линии вот мы сегодня работаем с этой пластиной здесь есть разные сердечки как раз вот сердечки вот такие грибочки мне очень нравятся может быть кстати грибы давайте возьмем грибочек да возьму грибочек чтобы мне было комфортно делать стемпинг я снова беру teclas кто-то этого не делает сразу отпечатывают просто пересушивают гель-лак и отпечатывают не обращают внимание просто на дисперсионную пленку вот но я так не люблю работать мне лучше перекрыть топом без липкости вот а если топ без липкости брать уэмми их 2 топа без липкости берите лучше teclas потому что есть еще ультрашайн вот ультрашайн он для дизайна не совсем подходит вот поэтому для стемпинга мы берем teclas грибочки сделаем сейчас черненькие основа снова стемпинг еще раз напомню лаком надо работать быстро роликом для одежды ведь я не работаю я люблю вот так вот кусочек двухстороннего скотча раз и мне очень удобненько вот так сделали и теперь кусочек белого текста есть очень много паттернов интересных еще раз напомню эта пластина называется символы номер одиннадцать пластина номер одиннадцать все есть на эми шоп и у дистрибу и у дистрибьюторов в том числе и у дистрибуторов так и здесь тоже вот так сделаем и также матовым топом перекрываем все можно в принципе еще вот так здесь добавить кусочек чем хорошо такой дизайн делать то что ложа под кутикулу не все делается вы много времени экономите плюс покрытие они полноценно это тоже экономится время так и матовый топ перед матовым топом желательно конечно чем-нибудь липким пройтись когда на клиентах работаете обязательно неважно кстати какую фирму вы матовый топ используйте это вам просто такая рекомендация что сначала проходите например топ с слайдером либо любым топом с липкостью потому что у нас же тоже есть просто топ эмилак с липким слоем можно и им проходить а потом матовым топом потому что как практика показала матовые топы они все равно лучше стоят когда они стоят на дисперсионной пленке а так как мы уже цвет который использовали перекрыли теклосом стемпинг же делали то в этом случае перестраховаться лучше цвет топ слайдер как не цвета у нас как шел смотрите у нас шел цвет у нас потом шел теклос потом лучше топ слайдер вот а потом матовый топ вот поэтому так как у нас вот здесь в этих слоях появился топ без липкости то чтобы вот матовый топ хорошо стоял здесь мы добавляем видите промежуток топ слайдер с липкостью да кстати можно базой вот но я базы не люблю они чуть-чуть могут желтить вот хотя вот можно кера брать но она густая вот поэтому ну пробуйте главное чтобы что-то было с липкостью так ну что вот у нас получилось смотрите одно и тоже можно сделать две разные руки одну руку сделать один и тот же дизайн только один сделает лавандовый второй просто голубой и дизайн будет вроде один и тот же две руки будут разные по цвету так тоже очень интересно еще раз напомню сегодня я работала оттенками из коллекции soulful morning это новая коллекция весенне-летние можно сфотографировать экраны и кто пропустил начало эфира обязательно пересмотрите я показала еще одну новую коллекцию которая старт продаж будет с конца марта примерно 23-24 марта все я пошла в контакт я с вами прощаюсь вам хороших выходных эфир я прямо сейчас выложу поэтому кто пропустил может теперь вам сразу же пересмотреть